До 2021 года в Азербайджане в сфере табаководства средняя урожайность должна достигнуть 20 сантиметров с гектара. Посевные площади планируется увеличить до 6000 гектаров. Это одна из целей государственной программы по развитию табаководства в республике на 2017-2021 годы. За этот период производство табака в стране должно возрасти до 12 тысяч тонн. Глава государства поставил задачу вывести новые, более продуктивные сорта, создать новые производственные учреждения, привлечь в данную сферу местные и зарубежные инвестиции. Государство продолжит выделять субсидии, будет увеличена сумма льготных кредитов. Наряду с уменьшением зависимости от импорта табачной продукции должны быть увеличены экспортные возможности. В программе указаны и такие задачи, как поиск экспортного рынка и проведение маркетинговых исследований. Специалисты отмечают, что реализация этих задач приведет к сохранению в республике большего объема валюты. Сегодня объем табаководства на мировом рынке достигает примерно 500 миллиардов долларов. В 1980-х годах Азербайджан производил 57-60 тысяч тонн табака. В соответствии с нынешними расценками мирового рынка, этот объем составляет около 130-150 миллионов долларов. В 2017 году мы планируем производство табака на уровне 5506 тысяч тонн, с тем, чтобы в дальнейшем довести его до прежних цифр. Реализация данной программы будет означать, что Азербайджан сможет получить около 130 миллионов долларов. В документе также предусмотрено создание общественного объединения производителей табака. Одним из особо значимых пунктов программы является организация в Азербайджане как выращивание табака, так и его переработка и конечное производство в целом. Это означает сохранение в стране большого объема средств. Речь идет не только об экспорте сырья, так как в числе поставленных задач указано создание перерабатывающих предприятий, углубление сферы переработки табака, создание дополнительной стоимости продукции. Создание дополнительной стоимости приводит к увеличению стоимости продуктов в три, а в некоторых случаях в семь раз. Это, в свою очередь, приводит к увеличению валютных запасов, к поступлению дополнительной валюты в казну. Кроме того, это создает широкие возможности для увеличения занятости и самозанятости населения, а также для развития семейных хозяйств. В программе отмечается, что государственные органы продолжат предоставление производителям на условиях лизинга необходимой техники и оборудования. Будет поощряться создание пунктов сушки табака в Балакенском, Масалинском, Товузском, Габалинском, Исмайлинском и Огузском районах.